Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Битрайда. Итак, сегодня в этом видео я буду менять при вас свою ветрозащиту на своей Honda CBR 650 2019 года. То есть вот так выглядит дефолтная заводская ветрозащита. В принципе, она довольно-таки хорошо справляется со своей задачей. С ней можно ехать вполне себе комфортно на скоростях 120-130 км в час, при том, что я ростом 180 см. То есть во время езды я могу спокойно поворачивать голову влево-вправо. То есть мне не ощущают давление на голову, как это бы ощущалось на обычном некиде, скажем. Но, как всегда, хочется чего-то больше, чего-то лучшего. Плюс один подписчик мне посоветовал одну очень интересную ветрозащиту, а я все равно хотел себе со временем брать какую-нибудь тонированную. Поэтому было принято решение заказать железо... Поэтому было принято решение заказать ветрозащиту от фирмы МРА. Это тонированная защита. Не наглухо тонированная, слегка тонированная. Она должна быть немножко больше и, по идее, должна лучше защищать меня от ветра. То есть, несмотря на то, что заводская защита вполне нормальная, ну, хочется чего-то лучше. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Итак, коробку я уже предварительно открыл. Вот так вот выглядит данная защита от ветра. Давайте я приложу ее рядом, что ли. Давайте я сначала откручу, открою упаковки и покажу вам, как они выглядят непосредственно рядом. Так, предлагаю вам сравнить сейчас два стекла, непосредственно лежащих рядом друг с другом. И, соответственно, сделать выводы, какой из них лучше. Так, скажем, вот этот родной. Видно, что он более низкий. И вот этот неродной, он более повыше. Давайте вот боком сравню два стекла. То есть, вот этот, ну, чувствуется, что он намного выше. И, по идее, он должен больше отсекать воздух от башки. Естественно, сейчас после установки я это все протестирую. Ну, и, соответственно, расскажу о своих ощущениях. Так, что осталось сейчас резинки перекинуть вот сюда и установить его на место. Установил я новое стекло. Результат вы сейчас сами увидите. Внешка меня очень порадовала. Сейчас вы сами все увидите. Итак, вот так вот выглядит мотоцикл с моим новым стеклом. То есть, вообще бомба. Кстати, я еще вчера вот эту сеточку установил. Прокатился на ней 50 километров. Ну, ничего, жопа нормально себя чувствовала. Конечно, вдальняк это совсем другое. Ну, надеюсь, что она мне поможет. Ну, да ладно, ребята, сейчас у нас тема видоса совсем другая. А вот этот вот ветровик. То есть, вообще обалденно. То есть, он намного выше. То есть, я теперь сейчас могу его здесь спокойно протирать. Раньше у меня рука сюда не могла подлезть, потому что низко было. А сейчас прям совсем другое дело. Так что я сейчас... Так, вроде нормально. Погода не понять. Ладно, я сейчас пойду переоденусь в экип. И прохвачу немножко по автобану. Посмотрим, как оно будет в действии. Если честно, то я немножко побаивался, что внешний вид может испортиться. Но, вот, ребята, я прям доволен. Он даже стал еще лучше, внешний вид такой, как бы немножко поагрессивнее, что ли. Поэтому, ну, я надеюсь, самое главное, чтобы она отрабатывала на все сто, как надо. Поэтому сейчас мы с вами проверим. После этого я все вам расскажу. Именно о своих ощущениях. Предлагаю прохватить немножко, заценить эту ветрозащиту в деле. На улице у нас немножко влажно. Поэтому далеко от дома уезжать не смогу. Потому что я дождевик с собой не взял. Но сейчас выскочу на ближайший автобан. Там должно быть по суше. Все-таки движение там интенсивное и быстро сохнет. Поэтому... Ну, посмотрим сейчас. Мне любопытно, как она будет. Как она будет себя вести, эта ветрозащита. Кайф. Кайф. Сейчас до автобана надо очень осторожно ехать. Потому что все мокро. Осень уже однако. Кайф. Кайф. Дождик моросит. 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 А вот сейчас мне удалось проехаться в какой-то момент, что ветра на улице не было. И я ощутил, что моя круизная скорость, в принципе, выросла на 20-30 км в час. То есть я, если раньше я круизил на 120, мне было комфортно, то сейчас я могу ехать спокойно с тем же комфортом 140, так скажем. Это значит, что ветрозащита работает. А если ложишься на бак, то это вообще божественно. Но это, опять же, не повод, чтобы ездить быстро, но, я вам скажу, немножко провоцирует. То есть вот этот комфорт, ты чувствуешь, что ты в зоне комфорта и можешь больше себе позволить. С одной стороны, это опасно. Дефолтное стекло заводское по умолчанию, оно срабатывало немножко как ограничитель скорости, что ты чувствуешь уже некомфорта и думаешь, лучше еду я немножко помедленнее. Но с этим, с этим можно немножко побыстрее. Но тут, опять же, все главное, голову иметь в плечах и не рисковать понапрасну. Если дорога позволяет, прямая дорога, нет машин, почему бы не ехать 150? А если, конечно, ты уже в потоке движешься, то тут лучше ехать со скоростью потока. Это и спокойнее, и излишних нервов. И не провоцируешь всякие сложные и непонятные дорожные ситуации. Так, опять же, вот внешка вообще божественная. Здесь все, да раньше я не мог руку засунуть, то есть стекло было настолько низкое, что я здесь не помыть, ничего не мог, не потереть. А сейчас вон, красотища. И хорошо, что оно не сильно затонировано. Там было прозрачное, вот такое слегка тонированное и вообще наглухо затонированное стекло. Но я выбрал среднее. Так что, все нормально, ладно, поехал я домой. Потихоньку, ну как, получится, потихоньку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА